здравствуйте дорогие огородники и садоводы с вами Светлана обо всем посмотрите на нашу клубничку она уже цветет не вся но уже кое-где цветет и начинает наращивать свою листовую массу и поэтому надо обязательно ей подкормка для вегетации для лучшего развития корней и листья и ягодок мы помним ее поливать с натуральным удобрением удобрением которое использовали наши деды и прадеды это обыкновенный дрожжевой настой дрожжевой настойка мы будем делать из простой воды но вода должна быть не хлорированная но можно хлорированную воду только надо чтобы она отстоялась а так хорошо или дождевую или речную воду взять или какую-то покупную чтобы не было хлорки берем на бутылек воды 3 литра вот 100 грамм дрожжей я отмерила дрожжи эти уже я вам показывала использовали посыпали им прямо нашу травку скошенную делали компост этих дрожжей и разводили поливали удобряли грядки теперь будем делать поливать нашу рассаду и на этот бутылек мы еще берем вот 100 грамм сахара я все отмерила я только хочу не делать это не бутылеки а перелью вот нашу такую баклажку здесь они неудобнее она будет играть подниматься а здесь много будет пустого места это будет очень удобно сначала я хочу налить немножко воды бросить сахара расколотить чтобы он растаят вот налила немного воды сейчас сюда высыпаю сахар и будем колотить кстати у кого есть какие-нибудь старое варенье это еще будет намного лучше брожение чем сахаром потому что варенье и еще имеет свои другие микроэлементы и теперь сюда засыпаем дрожжи наши можно делать это сразу на ведро видите теперь мы помешкал колотим хорошо и очень удобно в этом на 10 литровое ведро надо 400 грамм дрожжей дрожжевую закваску мы делаем только тогда когда нас уже тепло у нас тепло и ночью и днем потому что это натуральные бактерии и холоде они жить не будут они остановят свою остановят свои движения и не будет работать так нам надо вот смотрите как удобно получилось получился половину вот теперь она будет спокойненько играть не будет выходить никакая пена наверх если мы закрываем крышкой мы только чуть-чуть прикрываем чтобы было свободно чтобы она воздух лишний выходил что еще сказать оно должно стоять один два или три дня это все зависит от дрожжей какие дрожжи некоторые дрожжи быстро переиграют некоторые дрожжи на три дня будет бродить здесь брашка наша поэтому мы ставим это в теплое место в тенек в теплое место и наблюдаем как только бродить перестает мы тогда сразу берем и используем наши дрожжи для полива эту брашку можно поставить и на солнце чтобы она играла только надо будет ее чем-то прикрыть каким-то ли ведром пластмассовым сверху или металлическим так мы делаем м-раствор или какую-то тканью накрыть чтобы она играла чтобы она побыстрее пробродила я поставила его на солнце и накрою сверху пластмассовым ведром смотрите ему получается тень нашему раствору и хорошая теплота хорошая жара который должно быстро быстрее проиграть вот она когда будет готова мы с вами будем поливать растение так сутки постояла она у нас полностью перебродила смотрите полностью спокойно никаких выпачек нет значит раствор этот готов вот у меня литровая кружка я беру 250 миллилитров и вливаю 10 литровое ведро воды помешаем идем поливать так вот наши клубничка она уже наливаются ягодки и ей необходимо дать удобрения наливаем по литру под каждый кустик и не только под кустик просто проливаем еще землю по кругу везде ведь это микроорганизмы и не оживляет нас нашу землю они перерабатывать все органические здесь отравки что мы тут положим всю органику помогают нам перерабатывать и питание дает этим нашим растение это наш состав дрожжевой является иммуностимулятором поэтому наша клубничка будет более крепкая сильная и сама будет бороться с различными заболеваниями и лучок чесночок тоже полезно полить этим растворчиком поливать этим раствором можно всего три раза один раз до до цветения еще второй раз когда вот начинает завязываться ягодки тоже надо полить и третий раз это после сбора урожая так что листики сна у нас красивые зеленые но дрожжи это же дрожжи понятно что это бактерии и улучшается состав земли и мало того что мы кормим растения мы кормим еще землю то есть микроорганизм которые находятся земли это и червячки и другие но процессе этого брожения и переработки земля теряет калий и поэтому если вы один раз полили просто раствором то второй раз надо полить обязательно добавить древесной золы древесная зола пополнить этот раствор калием для этого мы берем стакан древесной золы заливаем горячей водой держим где-то около часа и вливаем наш бутылек который мы сделали потом тогда уже берем и то же самое поливаем но уже это будет с калием это будет уже дополнение к земле первый раз поливаем так второй раз добавляем уже калий растворчик обязательно перед поливом этими дрожжами надо пролить землю обыкновенно простой водой ну вот так будем ждать тебе урожая хорошего очень легко делать такой раствор очень быстро и дешево это по эта замена получается м байкала так что делайте воспользуйтесь и будет у вас красивая клубника красивый лист зеленый все до свидания всем кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока всем удачи